Все мы замечаем в последнее время изменение климата. И зима стала не такая суровая, и лето жарче, и засушливее. Все это приводит к увеличению числа лесных пожаров. О чем говорит и статистика Федеральной диспетчерской службы ФБУ Авиалесохраны. Уже в этом году, с февраля месяц, здесь полным ходом идет работа штаба по предотвращению лесных пожаров во всех регионах нашей огромной страны. Россия настолько громадная страна и настолько разные лесорастительные условия, что пожары могут возникнуть. Кто следит за этой темой? Прошлый год при море, если вы знаете, 4 января первые крупные пожары. Поэтому у нас в круглосуточном режиме, в постоянной готовности силы находятся. Командно-штабные учения по прохождению информации уже идут в полный рост. Учения по готовности сил и средств в субъектах Российской Федерации, они уже тоже начались. Уже есть неконтролируемое возгорание на землях сельхозназначения по югу России. Борьба с лесными пожарами требует больших усилий и средств. Поэтому профилактика остается главным оружием для предотвращения этой беды. По статистике, 8 из 10 пожаров случается по вине человека. И чтобы снизить этот человеческий фактор, Федеральное бюджетное учреждение «Авиалесохрана» ведет огромную работу среди подростков и молодежи. Устраивает конкурсы плаката на тему борьбы с огнем, приглашает школьников, рассказывая им о работе учреждения. О чем я говорила, площадь лесного фонда 1 миллиард 100 миллионов. Эта работа ведется на постоянной основе. И мы стараемся очень много времени этому уделять, потому что, когда дети знают, какой объем работы приходится проводить, опасные работы для тушения крупных лесных пожаров, в особенности верховых, наверное, все-таки он спичку не бросит и не зажгет. То есть леса будет каким-то образом, наоборот, пытаться препятствовать этому. Федеральное бюджетное учреждение «Авиалесохрана» располагает отличной базой для подготовки и обучения парашютистов-пожарных, а также пилотов-пожарных. Об этих мужественных и героических специальностях, востребованных на сегодня, и рассказали учащимся Ильдигинской средней школы представители «Авиалесохраны». Показали фильм о работе парашютистов, после чего познакомились с современным оборудованием, при помощи которого пожарные справляются с этой грозной стихией. Это у нас снаряжение парашютиста-пожарного. Вот это то, чем до этого пользуются наши десантники пожарные, и сейчас тоже непосредственно пользуются. Садовый. Вот видите, да, вручной труд. Летом 2013 года в Иркутской области во время тушения пожара парашютистами авиаотделения Иркутской базы были обнаружены обломки самолета «Аэрокобра», поставляемые в СССР в 1942-1945 годах. В сентябре прошлого года «Авиалесохрана» организовала поисковую экспедицию, и сегодня найденные обломки ждут экспертизы. В планах поисковиков найти место крушения самолета и воздвигнуть там памятный крест подвигу летчика-перегонщика капитана Чуйко. В поиску останков летчика-истребителя Чуйко Геннадий Петрович, который участвовал в секретной трассе «Алсит», так называемой, когда американские самолеты перегоняли из Аляски в Сибирь, в Красноярск, и потом они шли на фронт. У здания «Авиалесохраны» есть место, пожалуй, единственное в России, где чтят всех пожарных, погибших в лесных пожарах. Место, где увековечен подвиг людей, в мирное время выступивших на защиту граждан от разбушевавшихся стихий. С этого места и начинается знакомство с учреждением, работники которого рискуют жизнью, сохраняя наше богатство. Евгений Ромашихин, Александр Девкин. Специально для телеканала Твой.